Привет, друзья! Сейчас интересную вещь скажу. Дело в том, что люди, которые очень эмоциональны, они поэтому обычно не видят картину целиком, потому что каждый раз эмоции заслоняют видение целостности картины. Ну, читает, например, человек письмо, или текст книги, или там какое-то сообщение. Прочитал уже кусочек, ещё что-то прочитал, он уже заслонён эмоциями, понимаете? Он заслонён и не видит целиком, то есть он вырывает этот текст из контекста. А мой афоризм старый такой – истина в контексте. Примеров можно привести очень много. Когда я, например, ну и у меня такие примеры, когда я вот что-то читаю, там какую-то записку, коммент какой-то, сразу отреагировал, не врубился в смысл, и давай там, ты не прав, я не согласен, допустим. Но я сейчас так не делаю, я же помудрил с возрастом. Я прочитаю это несколько раз, постараюсь вникнуть. А потом смотрю, оказывается, там совсем не то, что я имел в виду. Потому что эмоции заслонили, понимаете? Поэтому, когда у человека очень эмоциональное реагирование, он всё время, так сказать, воспринимает мир. Ну, поэтому какая база у нас для того, чтобы нормально видеть мир? Уравновесить немножко вот этот вот вспыхивающий затвор. Уравновесить. Чтобы смотреть на мир более открытыми глазами, смотреть надо спокойнее. Истина в равновесии. А для этого надо научиться ключевой разгрузке. А там главное – доза. Понимаете? Вот я когда обучаю людей снимать паники и страхи, они начинают делать ключевую разгрузку, и через минуту у меня голова крошится, или там, допустим, а у меня ничего не снимается. Так ты же ещё не сделал дозу. Ну, ты представляешь, да? Вот эмоциональное реагирование, да? Сразу выводы делают. Вот об этом я и говорю. Ключевая разгрузка имеет дозу. Это время, продолжительность упражнения, свои параметры, как надо делать, что надо делать. А что надо делать? А? Надо делать то, что организм подсказывает. Вы начинаете простые повторяемые движения. Допустим, хочется выйти в бочи, хочется дрожать, дрожите. Нас так никогда не учили. Нас не учили, что физкультурные даже упражнения, которые вы делаете, зависят от того, попали вы в зелёную зону, то вы в ритм их автоматическое выполнение, или не попали. Нас никогда не учили, что от дозы зависит, сколько времени вы продолжаете. Ну, минуту это упражнение, один результат, две минуты, два результата, три минуты, совсем другое качество, совсем другое состояние. Ну, как это и с алкоголем, это же тоже эндорфин, только искусственный. Другое качество, рюмочку выпил, 50 грамм для храбрости, а там ещё, 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 и раз, и уже встать не можешь. Это уже бутылка. Поэтому давайте, друзья, на Ликбез выходите на бесплатный всё время, подпишитесь на YouTube канал. Смотрите сайт стрессу и хасайру, там есть ещё меню магазин, книги, смотрите. В описании. В описании, под роликами, смотрите, книги. Ну, потрясающие вещи там есть, которые просто, просто, как я легко так объясняю, просто, на примерах и так далее. Там вообще в этих истинных простых, которые я говорю, очень большой объём материалов, очень большой опыт, которые в других местах, я читаю другие книги, да там пока додумаешься, да там пока преодолеешь эти трудности, пока поймёшь это вообще много времени. Я же просто разговариваю. Потому что я это всё прошёл. Ну вот, договорились, да? До встречи.